Обещала записать видео про маску для лица, которую я делаю, используя масло какао. Ну раз обещала, выполняю. Эту маску рекомендуют для уже немолодой кожи, с морщинками, сухой, склонной к обезвоживанию. Ну вот я приготовила себе это всё для маски. Так, значит, здесь у меня сок моркови, чайная ложка. Ну я на тёрке натираю морковь и отжимаю. Вот такую ложечку, это я уже знаю размер, который подойдёт для моего лица. Так, дальше, значит, смотрите, масло какао. Здесь вот оно должно быть немножко растопленное, я его потопила. Кстати, вот такая баночка здесь 100 миллилитров, вот она стоит около 2,5 евро. Сегодня как раз в магазине посмотрела. Значит, тоже чайную ложечку я кладу. Дальше это у нас мёд, которого нам тоже потребуется чайная ложка. Так, и, ну естественно, мёд должен быть качественный. Дальше желток, вот я его уже приготовила. И 10 капель лимонного сока. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, пускай так. Вот, ну и дальше мы всё это перемешиваем. Так, перемешивать мы будем специальной деревянной лопаточкой. Значит, тщательно перемешиваем. Вообще, когда я так вот мешаю, я думаю о том, что каждая женщина должна быть немножечко колдунью. Готовим такое зелье. Вот. Ну и это наносим на лицо. Естественно, чистое. Лучше, конечно, если ещё и проскрабленное. На 15-20 минут. Затем смываем ватным тампоном. Протираемся кубиком льда. Лучше из травяного настоя. Вот у меня в холодильнике всегда стоит замороженный. Ну, всё готово. Можно наносить. Ещё раз повторю рецепт. Одна чайная ложка мёда. Одна чайная ложка масла какао. Одна чайная ложка морковного сока. Один яичный желток. И десять капель лимонного сока. У меня на ютуб канале есть отдельный плейлист, который называется «Здоровье и красота. Полезные советы». Там вы можете увидеть рецепты других масок для лица, для глаз, для рук, которые я делаю сама дома. Буду очень рада, если мои видео и рецепты вам помогут. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Жду вас на своём канале. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...